Пора бы хотя бы к очередной и весьма круглой дате со дня рождения Николы Теслы, речь идёт о 10 июля, внести ясность об организации безрасходного движения и полёта. Речь идёт вот о чём. Проще всего в этом вопросе исходить же из того, что это можно осуществить за счёт обычного реактивного взаимодействия. А именно за счёт отброса в бесконечность не только привычную для нас массу, но и субстанцию, подобную эфиру. Тем более, что факт её существования никто в принципе не отрицает, что подтверждается и фактом признания официальной наукой гравитационных волн. При этом для всех здравомыслящих людей очевидным является то, что если реактивное взаимодействие осуществляется в замкнутом объёме, в замкнутой оболочке, то эту оболочку с места этим самым реактивным взаимодействием не сдвинуть. А тот факт, что на гравитационные взаимодействия никакая оболочка не действует, можно объяснить и всем проникающим характером той субстанции, которая и обеспечивает гравитационные взаимодействия, которая также по сути отбрасывается в бесконечность реактивным образом, грубо говоря, частицы которой подобны нейтрино. И как тут не вспомнить также и о том, что два электрода не совсем обычного, правда, конденсатора под воздействием так называемого эффекта Бифельда-Брауна, всё же сдвигает с места и замкнутую стеклянную оболочку, а именно всю рентгеновскую трубку Кулиджа, что также однозначно свидетельствует о наличии реактивного отброса в бесконечность субстанции, подобной эфиру. При этом особо следует подчеркнуть, что электроды, развивающие силу в соответствии с эффектом Бифельда-Брауна, находятся в вакууме, по сути микровакуумной камеры, которой и является оболочка рентгеновской трубки. Поэтому все разговоры о необходимости повторения опыта в обычной вакуумной камере являются бессмысленными. А все сообщения о том, что эффект Бифельда-Брауна якобы не проявляется в вакууме или в замкнутой оболочке, являются лишь свидетельством того, что опыты были проведены некорректно. Поэтому в канун упомянутой годовщины со дня рождения Николы Тесла и было бы весьма значимым проведение эксперимента с хорошо уже отработанными моделями, использующими эффект Бифельда-Брауна, именно в замкнутой оболочке. Для подтверждения того, что вполне возможно, как и при обычных реактивных взаимодействиях, решающую роль играет использование так называемого сопла Лаваля, и в части использования эффекта Бифельда-Брауна решающую роль играет форма одного из электродов, в которой те же электроны как бы разгоняют субстанцию, подобную эфиру перед отбросом её в бесконечность, а также вполне возможно, что при этом действительно значимую роль играет и наличие быстрее всего паров той же ртути, которые также выполняют роль своего рода сопла Лаваля для субстанции, подобной эфиру. Соответственно, я рассчитываю на то, что совместно с Михаилом Михайловичем Лавриненко и его коллегами нам удастся провести в канун 10 июля наглядный эксперимент, который свидетельствует однозначно о том, что эффект Бифельда-Брауна проявляется и в замкнутом пространстве, как с вакуумом, так и с газом, а значит и в космическом пространстве, и что вопрос о создании безрасходных космических аппаратов уже решён, о чём 10 июля и надо было бы в случае удачного завершения эксперимента движению глобальная волна громогласно объявить на весь мир.